Огромный выбор нарядов для Нового Года по реально низким ценам! Дамир, ну каковы впечатления в целом от выступления на Молодежном Чемпионате Мира? Какие эмоции остались? Впечатления положительные, эмоции тоже. Заняли третье место, конечно, хотелось первое, но медаль есть медаль. Поэтому довольны, и очень был хороший турнир, хорошие команды. Играли за страну, всегда приятно играть за свою страну. Так что все нормально, сейчас будем готовиться к играм. Чемпионат КХЛ. Почему все-таки в полуфинале шведам уступили? Не знаю, так получилось, к сожалению. В конце игры там давили, один гол нам надо было забить, чтобы сравнять. Так и не смогли, там штанга, то еще что-то не повезло где-то. Ну, шведы хороший соперник, две игры мы им проиграли, конечно. То есть, в первую мы не так хорошо играли, на вторую мы играли здорово. Но, к сожалению, что-то не получилось, значит, так надо было. В этом матче, как думаешь, не было со стороны судей? Не помогали хозяинам турнира? Да, я думаю, нет. Там, как бы, у нас были удаления, и у них. У нас вообще было в начале третьего периода 4 минуты большинства. Мы в зону там редко входили, поэтому, я думаю, такого не было. От игры с Канадой можно ли говорить, что остались самые яркие воспоминания по итогам турнира? Ну, игра с канадцами, как бы, конечно, была не самая лучшая. Это уже заключительная игра, там эмоций уже было, не так много сил тоже. Но после игры, вот это было то, что третье место все-таки выиграли. Да еще и Канада, конечно, да, положительные эмоции всегда обыграть канадцев на любом уровне. Это всегда почетно. Как вообще тебе канадцы, насколько тяжело было против них играть? Ну, канадцы, как обычно, бьют, бегут, поэтому было сложно играть. Тем более за третье место все хотят выиграть медали. Без медали ты приедешь домой, это как медали нет, ничего нет, а тут у тебя хоть есть медаль, есть что вспомнить. Тем более и Канаду ты выиграл, и они также настраивались на нас. Мы тоже старались играть только на победу. Поэтому, я думаю, обыграть Канаду очень прилично. Если не говорить о церемонии вручения бронзовых медалей, что именно в игровом плане тебе больше всего запомнилось по итогам чемпионата? Каждые матчи запоминаются на таком уровне. Я любые матчи сейчас помню, и как забивал, и как отдавал, и как мы там радовались всегда, вот эти моменты помню. Может, с норвежцами я так все помню, там много голов было. А так все игры вообще запомнились. Вот этот настрой, накалы, то, что играешь в свою страну, выходишь, бьешься. И я думаю, тут любой матч запомнится. Как проходила церемония награждения? Какие эмоции были у ребят? Что, может быть, потом друг другу говорили, когда бронзу получили? Ну, конечно, все обрадовались, это медаль. Нас наградили, как бы дали кубок, потом все в раздевалках фотографировали. Все равно радость присутствовала. Это если серебро, тогда, да, ты проиграешь в финальном матче, там как-то и расстроен, что проиграл золото, а тут мы выиграли и бронзу, и все были ребята довольны. И после игры, там, где-то около часа в раздевалках все сидели, фотографировались, там, автографы на майках оставляли. И поэтому очень радостное событие. В целом, как оценишь? Вот ребят с университета приехали, сказали, плохая организация была. Как в этом турнире? Ну, нет, у нас была нормальная организация. Жили в хорошей гостинице, кормили тоже неплохо. На автобусах ездили, все без опозданий, все хорошо. Правда, там перед полуфиналом, перед шведами, мы там мяч играли всегда на льду, а перед шведами нам там запретили играть, вообще на улице нас выгнали. Ну, это как бы, я думаю, в этом плане, чтобы специально нас где-то там похуже подготовить. Ну, это все мелочи, как бы так всю организацию была достойная. То, что мяч вам не дали попинать, наверное, это как раз в происке местных организаторов, чтобы проиграли шведам, чтобы забить масть. Ну, возможно, и да, там все были злые, может где-то... Ну, я не думаю, конечно, что это повлияло, но все равно сам факт вот этот, что выгнали нас, я думаю, это не отразилось особо на игре. Каковы ваши впечатления от выступления на чемпионате мира? Какие воспоминания, какие эмоции? Что скажете? Ну, впечатления только положительные остались. Вот, взяли медаль, взяли. Это радует, что запомнилось больше всего, ну, командный дух. Он был у нас единый, команда была, никто не вываливался. Таких ребят, которых могли там друг друга, не знаю, что-то из Патерска сделать не было. Командный дух запомнился, победа над канадцами. Расскажите вот именно про игру с Канадой, какой был настрой у сборной, как вам вообще, в принципе, Канада, насколько она сильна была, ну, и какие эмоции были после матча, все-таки обыграли Канаду? Ну, эмоций особо не было, потому что, я думаю, на шведах все выплеснули. Ну, после победы, конечно, порадовались, а так, настрой был тоже хороший. Но таких эмоций, как вот сошедами, повторюсь, еще не было. То, что вот канадцев обыграли, да, это как у нас уже, в принципе, на матче идут. Россия, Канада, СССР, Канада. Нам тренер сказал, что этот принцип ноль будет воигрывать по-любому.